Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Я приветствую вас в этом видео. В этом видео обзор на бесплатный шаблон на Joomla 4 под названием Fiori 3 на фреймворке T3. Это достаточно уже бывалый шаблон, он уже давно существует на Joomla 3. Но разработчики обновили его до четвертой версии Joomla. Это многофункциональный шаблон с большими возможностями, с большими интеграциями, с различными расширениями для Joomla. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. И сначала информация. Если вы с Joomla слабо знакомы с четвертой или вообще не знакомы, то я сначала предлагаю перед тем, как смотреть и разбирать какие-либо шаблоны для Joomla 4, пройти базовый бесплатный обучающий видеокурс для начинающих по Joomla 4. На моем официальном сайте школы Федора Васильева, fedorvasilv.com, с главной страницы можете просто перейти по этой ссылке. И здесь будет полный курс, здесь все по разделам разбито. Изучайте, смотрите именно базовые моменты по самой Joomla. Далее, бесплатные шаблоны, официально бесплатные, я собираю от разных разработчиков на специальной странице. Внизу ссылка Joomla 4. Как раз таки здесь, вот об этом шаблоне пойдет речь, здесь два момента. То есть вы можете либо официально скачивать шаблон у разработчика, ссылку я оставлю, актуальную версию, но там нужно произвести регистрацию, а потом только скачивание. Здесь же я предлагаю и вторую ссылку, которая залита удобно в облако, без регистрации. Переходите, скачивайте, причем здесь я еще и прилагаю русский язык, потому что тема не русифицирована. Даже если вы будете регистрироваться у разработчика, скачивать все же оттуда шаблон, то сюда вам все равно надо будет зайти и скачать вот этот русификатор. Также посмотреть демо шаблон вот тут же на своем же сайте я оставляю ссылку на демонстрацию данного шаблона. И здесь я хочу обратить ваше внимание на этот шаблон. То, что он бесплатный официально, да, и удивительно, что у него есть совместимость с большими, дорогими компонентами, такими, можно сказать, редкими компонентами. Не часто люди такое на своих сайтах используют. Например, это Easy Social, это социальная сеть на Joomla. А чтобы социальная сеть хорошо смотрелась, должна быть интеграция с шаблоном. И вот здесь как раз-таки в бесплатной версии данного шаблона даже есть интеграция с таким расширением от тех же разработчиков социальной сети Easy Discuss, Easy Blog. Joom Social это уже другой разработчик социальной сети. Это интернет-магазин. И Кунэ на это форум. Хотя я списывался с разработчиками Easy Social. Они говорят, что их расширение сейчас на Joomla 4 даже будет нормально смотреться на родном шаблоне Joomla Casio Pio. Я сам, честно говоря, не смотрел. Но они говорят, вообще не заморачивайтесь, можно использовать обычный шаблон Joomla. Ладно, здесь мы немножко отвлеклись. Здесь нужно понимать, да, даже если вы с нуля, что нужно скачивать. Потому что там на самом деле целый ряд файлов. И я могу объяснить, какие сразу нужны будут необходимые, прям вот обязательно, которые можно даже не скачивать. Я объясню смысл тех или иных вот этих папок и файлов. Вот этот шаблон на странице разработчика. По-русски он переводится как «Чистота». Здесь есть и документация. Можете смотреть, как это устроено. Но я в видео постараюсь вам показать, как разобраться с этим шаблоном. Здесь важный нюанс для новичков. Когда вы авторизуетесь и готовы будете скачать, нажимаете на кнопку «Получить сейчас». Давайте разберем здесь, что здесь вам будет точно необходимо. У меня браузер переводит на русский язык, но я смогу и так вам объяснить. Кстати, вот так вот не советую качать, выделять, если все хотите скачивать, все галочками и нажимать внизу кнопку «Download». Сервис вам запакует все в один архив. При распаковке архива на компьютере я замечал некоторые проблемы при распаковке. Поэтому лучше качайте поштучно. Каждый файл у него напротив кнопка «Каждая своя есть. Download» и «Скачать». Во-первых, тип мы с вами смотрим. Quick Start и Quick Start – это быстрый старт, это предустановленные настройки. Это можно использовать для быстрого создания сайта, но вы должны уже иметь какие-то навыки. Или это можно использовать как шпаргалку, чтобы подсмотреть, как выглядит сайт, вот как они сделали на демо, и чтобы также, например, или похоже сделать, как тайльная опция устроена, устанавливайте. То есть это вместе с установленной Joomla со всеми настройками на отдельный домен или поддомен. Быстрый старт обычно устанавливается. Мы не будем это скачивать, есть для Joomla 3, для Joomla 4. Что нужно для чистого сайта? Вот вы сделали, установили Joomla 4 и хотите на этом шаблоне попробовать создать себе сайт. Что обязательно нужно скачивать? То есть эти два архива, мы, понятно, мы можем их вообще не трогать, их пропускаем. Вот у нас шаблон Template. Обязательно мы скачиваем, видите, тип у него Template. 1.2.2 Мегабайта всего есть. Это и есть сам шаблон, он нам нужен. Данный шаблон не работает, так сказать, без фундамента, без основы. Основа здесь называется T3 и это реализуется плагином. То есть плагин просто должен установлен быть на вашем Joomla сайте. Поэтому вот этот плагин, тип плагин, обязательно скачиваем всего 3.07 Мегабайта. По сути это и есть часть шаблона, это и есть вся внутренняя составляющая, каркас шаблона. Установка только шаблона. Вы не увидите ни одних опций там по настройке, не будь у вас вот этого еще и плагина. Поэтому мы скачиваем вот эти два момента обязательно. Следующий у них есть такой некий бесплатный тоже от этих разработчиков компонент. Диспетчер расширений, что помогает там как-то более лучше контролировать, обновлять расширение. Не знаю, есть ли в нем смысл, но он для настройки этого шаблона, так какой он есть, это расширение никак не имеет отношения к этому вообще. То есть это просто дополнительное расширение для удобства. глазами этих разработчиков. То есть они говорят, что удобно обновлять расширение через их менеджер. Это мы тоже скачивать не будем. То есть вот у нас два момента. Забыл упомянуть, что разработчик так называемый Joomal Art, давно уже существующий на рынке. Давайте все-таки взглянем на живую демонстрацию, чтобы понимать, что у нас есть интересно устроенный поиск, что у нас есть встроенное мега-меню. Вот это вот так вот выглядит обычно мега-меню, когда в меню можно сделать несколько колонок, внедрять какой-то контент, в данном случае здесь видеофайл, точнее ссылка на видеофайл. Вот такое вот меню, причем есть вот такое мобильное меню. И вот как он вот выглядит весь. Здесь, конечно, можно смотреть на этот шаблон. И здесь обычно они показывают, как, например, выглядит там вот социальная сеть, да? То есть как она выглядит на этом шаблоне. Тоже можно посмотреть, но это только при наличии, если вы будете использовать этот компонент Easy Social. Конечно, этого всего здесь нет. Самих расширений они стоят достаточно дорого, и это другие совсем разработчики. Как выглядит модуль авторизации на сайт? Видите, тоже внедрен прямо в мега-меню. Как выглядит страница там, логин-пейдж, авторизация там на сайте, как выглядит типографика, посмотреть, что есть, то есть какие блоки мы можем цветные внедрять там на сайт, как выглядят формы, дизайн. Обычно это все на демо здесь предусмотрено, то есть показ, как это все выглядит. Например, это список категорий, как можно оформить. Ну, я думаю, вы здесь просто погуляете. Все эти страницы не просто так, это все выглядит именно здесь так, как это можно, в принципе, реализовать на вашем сайте. Я буду использовать демо-сайт на Joomla 4 с предустановленными демо-данными с самой Joomla 4, чтобы он был наполненный, чтобы он был с какими-то меню, чтобы мне сразу было видно с демо-статьями, то есть как это будет выглядеть уже на шаблоне, который мы с вами сейчас будем устанавливать. Сейчас, естественно, стоит Casio Pio родной шаблон Joomla 4. На момент записи видео актуальная версия Joomla 4.06. И давайте произведем установку данного шаблона. Находясь в консоли, вы здесь перейдете в систему, далее вы нажмете расширение, и вот в эту область давайте я перетащу шаблон и плагин. Итак, я перетаскиваю архив с компьютера с шаблоном в эту область. Дожидаемся установки. У нас установка произошла, и нам говорится, что вот здесь прям красным, что нам нужен плагин. Вот как раз-таки плагин, который я вам сказал, тоже я устанавливаю. Итак, плагин у меня тоже, видите, T3 установился. Ну и русификатор. Этот русификатор имеет автоустановку, то есть архив с русификатором также переносим в эту область. Он автоматически найдет путь и установится. Далее мы перейдем с вами в систему стилей сайта. Видим, что по умолчанию Casio Pio звездочка назначена. Вот у нас шаблон. Я нажимаю, назначаю его основным. Теперь можно фронтальную часть сайта просто обновить и уже увидеть смену дизайна. Цвет поменялся, шапка поменялась. Меню пропало, потому что меню надо назначать. У данного шаблона позиция под меню по-другому называется. Видим блок, подвал поменялся, стрелка наверх другая. Все, шаблон работает. Давайте еще зайду я внутрь статьи. И метки дизайн другой, да, меньше шрифт. Тут и все вообще другое. Полностью шаблон поменялся. Логотипа пока нет. Вместо логотипа у меня идет основной заголовок сайта, который вы установили в Joomla, при установке Joomla. Итак, шаблон мы назначили, плагин мы поставили. Давайте сразу посмотрим, чтобы у вас было понимание. Я перейду в панель управления, плагины. Кликну по ID, кликну еще раз туда, чтобы отсортировать и увидеть T3 Framework, плагин, который только что установили, на самом верху. Просто вам показать, что настроек здесь нет. Он просто должен быть установлен и включен, чтобы шаблон нормально работал. Все. Просто вам показываю. Все настройки производятся непосредственно в самом шаблоне. Для этого переходим в систему, стили, сайта. Но мы здесь только что с вами были. Переходим в сам шаблон. Практически все моменты на русском языке. Некоторые, конечно, не переведены. Просто потому, что, наверное, русификатор пора обновлять. Но русификатор это не я делал. Я его нашел в интернете. Но я уже заранее смотрел, видел, что большая часть переведена. Здесь просто общая информация. На вкладке общей вы видите, что здесь разбито у нас все по вкладкам. Здесь также есть кнопка сохранить и стрелочка. Можно сохранить и закрыть. Сохранить как копию. Для того, чтобы сохранить настройки шаблона и сразу же создать копию данного шаблона, бывает такое нужно для разных страниц. Один и тот же шаблон, чтобы была копия, потому что шаблон, например, по-разному настроен для разных страниц. Тогда это удобно. Далее вы можете видеть следующую кнопку, так называемую LESS для CSS. Эта кнопка уже для продвинутых пользователей, кто работает, будет работать с файлами CSS. Для простого человека вы можете эту кнопку просто игнорировать. LESS это динамический мета-язык на основе каскадных таблиц и стилей. LESS предназначен для упрощения, масштабирования и поддержки большого объема CSS кода. LESS это препроцессор. Он позволяет расширить язык CSS, добавляя в него переменные функции, которые позволяют повторно использовать код в таблицах стилей и прочие методы, которые сделают ваш CSS код более настраиваемым, расширяемым и масштабируемым. Ну то есть это внешне выглядит так, если мы нажимаем, идет процесс вот этого LESS. И когда мы сюда нажимаем, у нас на самом деле в коде в специальной папке добавляются вот эти файлы дополнительные от LESS. Ну вам в это вникать особо не надо, просто движемся дальше. Следующая кнопка MEGA меню. Для настройки MEGA меню мы коснемся ее позже, когда разберем вот эти все ниже опции по настройке. Потом посмотрим, как устроено здесь MEGA меню и как его здесь настроить. Кнопка закрыть и кнопка помощи. Ну понятно, закрыть это просто выход из этой темы. Дальше текущий стиль кнопки. То есть когда мы можем вот здесь создать, сохранить как копию, то у нас здесь появится выбор настроить вот эту копию шаблона или настроить нашу созданную вторую копию. Если работаем с одной копией шаблона, то есть вот она тут есть, мы ее тут не трогаем. И имя, если что, можно просто переименовать. Это то имя, которое будет фигурировать только вот здесь в админке. И это нужно делать, когда у вас много копий шаблонов, и чтобы вы не потом заблудились, не забыли, к каким страницам назначена какая копия шаблона. Их тут можно прямо русскими буквами назначить. Это шаблон для главного меню, для основного меню. И тогда вот здесь вот эта опция вам поможет просто сменить имя. Здесь у нас понятное дело, что назначено по умолчанию. Это то, что у нас выбрано вот здесь звездочкой. А дальше уже идут вкладки, они разбиты по разным моментам настроек данной темы, данного шаблона. Итак, первая вкладка, с которой будем знакомиться, это формат даты и времени. Здесь, к сожалению, на русский не переведено. И пример, который вы можете выбрать, именно формат даты отображения, который, например, отображается вот здесь у нас в блоге и везде, где это будет встречаться. Если изменения внесли, решили нажать «Сохранить», нажимаем. Обратите внимание, что у меня не просто сохранились стили, у меня еще на демо-сайте установлен бесплатный плагин для автоматической внутренней очистки кэша. Это кэш-клиннер, такой всем известный плагин. Если он у вас не установлен, вы можете изменить на сайте «Не увидите», придется чистить кэш вручную. Поэтому настоятельно рекомендую установить из репозитория Joomla такой плагин, чтобы автоматически он каждый раз очищал кэш внутри сайта при взаимодействии с сайтом. Ну, например, сохранение настроек, сохранение статьи и так далее. Следующая вкладка «Общие». Видим, что на этой вкладке напротив каждой опции стоит пометка «Глобал». Обозначает то, что эта опция действует глобально. И первые режимы разработки, вы, скорее всего, не будете к этому прибегать. Но если вдруг вы вносите какие-то свои корректировки в файлы CSS, при этом у вас включены режимы оптимизации ниже, оптимизация CSS, оптимизация JS, эти две опции должны быть включены на рабочем сайте для ускорения работы сайта. Так вот, при включении режима разработки эти две опции автоматически отключаются. А лучше даже, наверное, делать вот так, включать. То есть режимы разработки включаются, сохраняйтесь, вносите файлы в CSS, потом изменения внесли, отключаете режимы разработки и опять сохраняйтесь. Ну и включаете обратно эти две опции. Совместимость с устаревшими версиями. Некоторые ползунки просто сразу включаем. Показывать логотип T3 на самом деле никак это не влияет. Логотип у нас вот выводится вот здесь, вот стандартный. Он меняется на свой в другом месте. Мы сейчас до этого дойдем. Здесь стоит обратить внимание на пункт адаптивный. Он должен быть включен. Это обозначает адаптивный мобильный режим, чтобы сайт хорошо смотрелся на мобильных устройствах. Но вдруг, если кому-то нужно отключить его, сохранить, для того, чтобы у вас сайт отображался в стандартной версии для мобильных устройств. То есть это все будет мелкое. Вот даже сейчас зашел через демонстрацию мобильного устройства, имитация устройства. И вот так же будет выглядеть на сайте. То есть будет все мелкое. Это компьютерная версия на мобильном устройстве. Ровно так, как это выглядело много лет назад, до того, как у нас сайты стали, научились, так сказать, быть мобильными. Поэтому здесь имейте в виду. Но здесь есть один нюанс. Сразу о нем сейчас поговорим. При первой настройке у этого шаблона есть особенность. То есть при наличии включенной адаптивной версии, вы все равно не увидите, скорее всего не увидите. Ну вот, по крайней мере, я не увидел. Сейчас-то у меня адаптивно. То есть получается, выглядело вроде как похоже, но обрезались картинки блога. Если заголовки длинные, заголовки обрезались. Обрезались меню. Обрезались, получается, вот эти описания. И любые другие страницы, они были обрезаны. И появлялся нижний скролл, ползунок. Вот эта особенность решается наличием включенной опции меню в позицию of canvas. Это мобильное меню. Вот это. Сейчас у меня, я специально его отключил, но все равно как-то шаблон это запоминает. И сейчас-то у меня все как бы мобильно адаптивно. Так вот, при первой установке у вас так не будет выглядеть. Вы можете сразу пойти и просто назначить меню в позицию of canvas для мобильного меню. То есть на этом прямом уровне вы оставляете все как есть. Сохранились. Закрыть. Переходим в меню. Панель управления модули. Вы заходите в свой модуль MyMenu, который у вас уже создан по умолчанию в Joomla. Заголовок, например, я скрою. Ничего здесь не меняю. Под пункты меню показать. У меня включено. Я сделал скрыть. Самое главное здесь найти. Во-первых, вот название нашего шаблона. И пошли ниже уже позиции модулей под него. Мы ищем позицию of canvas. Вот она, of canvas. Выбираем ее. Сохранить, закрыть. То есть при включении, при назначении вашего меню в эту позицию шаблон как-то понимает. И у вас появится вот здесь иконка гамбургера, как у меня это мобильное меню. И само ваше это меню, оно уже будет мобильное. Но самое главное, сайт приобретет мобильную версию. И не будет заходить за край, не будет ничего обрезаться. И пропадет нижний ползунок. Конечно, на компьютерной версии у вас вот это меню, в моем случае это демо-меню, оно здесь остается. Несмотря на то, что я его вроде переназначил в of canvas, но здесь оно все равно остается. Так устроен шаблон, что меню у нас выводится здесь. Мы его можем переназначить, чуть позже до этого дойдем. А именно модуль, который вот был включен в джумле, вы видели. Я его назначил в мобильное меню. Сейчас-то оно спряталось. Оно будет появляться только вот на мобильном устройстве, вот так. Следующая вкладка тема. Тема по умолчанию. И у нас есть два варианта. Orange, Orange, Red, Красный. То есть, по идее, должна полностью смениться тема. Цвет темы. Вот шапка. То есть, это акцент. Акцент меняется. Значит, заголовки видно, лейблы. Стрелка прокрутить наверх. Ссылки и все вот это подобное у нас с вами меняется. То есть, есть несколько цветов. Да, это не густо. И вариант красный еще. Давайте посмотрим. Я бы не сказал, что он прям красный. Такой больше бордовый. Ладно, я оставлю оранжевый. Дальше. Название сайта. Да, логотип может быть изображение, но может быть и текст. Если текст, выбираем текст, название сайта. И лозунг это что-то типа слогана. Можем прописать здесь, вместо графического логотипа, если у вас его нет. Итак, написал название. Лозунг. Да, отображается слово. Но с лозунгом здесь немножко непонятки. То есть, где он должен появиться, здесь немножко не ясно. Я никогда не использую название. Обычно это всегда у меня изображение. Давайте попробуем назначить логотип свой, графический. Есть возможность подгрузить небольшое изображение логотипа еще. У меня загружено. Давайте посмотрим, что получится. Это работает, логотип подставляется. И второй маленький логотип уменьшенный. Для мобильной версии есть возможность прицепить. Вот вы видите, работает, срабатывает. На мобильной версии логотип подставляется. Да, здесь нужно поиграться с размерами изначально. Здесь с логотипом тоже. Нужно выяснить размеры внутренней отступы, чтобы сюда логотип подогнать. Потому что это бесплатный шаблон. Здесь настроек подгонки логотипа мы с вами не видим. Ну да ладно, я буду использовать просто название сайта. Текст. Следующая вкладка «Макет». И здесь уже можно остановиться поподробнее. Это, наверное, самое интересное. Ниже вы можете видеть, что у нас есть разные заготовленные расположения колонок под такие, скажем, типы контента, визуально отличающие друг от друга. Это блок, docs, default, там, портфолио. От этого зависит внизу расположение. То есть мы как-то глобально можем назначить. И внизу у нас идут с названием модульные позиции, где у нас может размещаться контент. Потом. Это позиция модулей. Вот она и написана. Есть еще адаптивный макет. Если сюда перейдем, есть выбор еще, видите, для большого экрана, среднего, маленького и очень маленького. И тут получается, что вы можете что-то отключать, включать. Например, вот видите, я включаю позиции. Причем можно вот так вот за три точки двигать, определяя ширину модульных позиций. То есть, например, в одну колонку на мобильном устройстве это все будет ниже. И возможность подключить дополнительные макеты. Мы сейчас поподробнее об этом поговорим. И исключить какие-то страницы. То есть, под каждое устройство вы можете здесь наблюдать. Например, на маленький, тоже, скорее всего, мобильный экран. Вот по глазику, видите, можно вот так скрывать позиции модульные, чтобы они не отображались на этом устройстве. Дальше есть возможность и на этом устройстве прятать какие-то модули. На позиции компьютерной есть возможность вот так вот управлять количеством. 12-й колоночной версткой. Вот одна колонка под контент, позиция 5. Можно до 6 вот так вот сделать. И у вас также здесь есть у некоторых позиций такая шестеренка. По клику отсюда из списка назначить модуль, заранее заготовленный, в эту позицию. Просто сейчас позиция 3, но вы можете выбрать любой другой. Опять же, нужно понимать визуально, где это будет располагаться. То есть это надо создавать модули и смотреть, выводить на сайт. Также есть возможность сохранить как копию. Например, если хотите сделать копию, дубликат с вашими наработками. И кнопка сбросить. Сбросить все или сбросить позиции. Удалить и очистить. Сразу хочу сказать по поводу макетов. Отображение контента как в виде блога, портфолио и так далее. Я еще нигде не встречал. И впервые вижу, чтобы шаблон внедрял свои макеты в тип контента материалы. То есть не какое-то расширение стороннее, а именно шаблон это умеет делать. И давайте сейчас посмотрим на примере демо данных. Вот я установил Quick Start, быстрый старт. Смотрите, блок. Например, чтобы контент выводился и отображался. Такого вида. Но здесь ничего необычного. Мы смотрим с вами дальше. Вот такое отображение контента. Это меняется. То есть это создается обычная статья и меняется в типах меню, тип контента, материал. И это еще не все. Например, портфолио. Смотрите, как это все интересно сделано. А это все те же самые статьи самой Joomla. Но здесь реализация. Видите, заходим внутрь, как проваливаемся в полную статью. Отображение уже стилизованное. Мы сейчас позже дойдем. Я покажу принцип работы, как это устроено. Смотрите, есть какие еще варианты. Это мы с вами видели. Во-первых, вот здесь вы можете видеть схематично, какие есть возможности. Отображение контента через данный шаблон. Например, в виде небольшого лендинга. Вот это уже интересно. То, что смотрите, вы по сути, вам не придется. Вот вам нужно собрать вот такую страницу. Причем это, чтобы мобильно было адаптивно. Колонки перестраиваются как надо здесь. Не использовать никакой SP-пэйш-билдер, никакой другой конструктор, который явно утяжелит сайт. Что бы вы ни делали, вы утяжелите сайт в любом случае. Если вам не нужно вносить какие-то там правки, отличающиеся сильно от демо данных. Вот вам нравится контент. Видите, разноцветные блоки, широкоформатные, мобильно адаптивные. Просто контент разместили свою картинка, текст, картинка, текст. Причем есть еще вариант вот такой. Когда, видите, уже посложнее. Это тоже все мобильно адаптивно. И представьте, это все сделано за счет шаблона. Да, это немножко через костыль сделано в наше время уже. Нужно будет немножко посидеть и выглядит это все примитивно. Настраивается это все и подольше. Скажем, на конструкторе SP-пэйш-билдер, если берем, там все удобно, все быстро. Но мы заменяем это на скорость. Мы берем простоту, выбираем простоту, но теряем скорость. Здесь будет чуть посложнее, зато у вас всегда будет этот сайт очень быстро работать. И видите, все, выглядит как лендинг. Но никакого конструктора, просто чистый голый шаблон. И все здесь есть. И бесплатно еще к тому же. Верхняя вот эта самая часть на синем фоне, это выведено с помощью просто HTML-модуля. Ниже каждый блок выведен просто простой статьей Joomla. Просто за счет специального типа контента этот шаблон может выдавать вот такого рода отображение блоков. А как вам, например, отображение глоссария? Смотрите. Нужно сделать страницу такого плана. Вы ее можете сделать. Вы можете перейти на страницу типографики и взять любой, во-первых, цвет, как выглядит, да, заменить. Я вам покажу, как это делается. Вот готовые блоки, вот готовые. Прямо отсюда правой кнопкой мыши, просмотреть код, взять этот код, текст на свой замените. Все. Цвет вместо синего любой можно взять из предложенных. Вот они, синий, зеленый, красный, оранжевый и так далее. Вот такого рода контент. Вот такого рода. Вот это все, как это выглядит здесь. Списки. Это все можно на сайте внедрить. То есть это все готово. Единственное, что внедряется, это да, немножко через такой костыль, скажем, придется так повозиться. Но зато это все, как я уже сказал, в одном месте. Сейчас мы с вами дойдем. Вот на примере демо данных. У меня, например, в категории есть вот такие статьи. И мы сразу посмотрим, где это меняется. Давайте просто пройдем все настройки, которые у нас здесь есть. А дальше навигация. Как раз таки вот это главное меню, это то меню, которое на компьютерной версии, вот это у вас здесь и отображается, без модуля. Вот тот модуль, который мы с вами в Уфканес назначили, он будет мобильным для мобильного меню. А именно для компьютерного он у вас вот здесь. У вас, может быть, здесь только одно меню. Из-за того, что у меня тут демо-контент, у меня несколько меню. Назначайте меню здесь, для главного меню. Раскрытие меню при наведении по щелчку мыши можно выбрать. Включить мега-меню. Если будете использовать, я показывал вам, как оно выглядит. И покажу, как его настроить. Если используем, то оставляем включенным. Анимация. Это как будет всплывать это мега-меню. Но это надо смотреть. И продолжительность анимации. Можно задать, если вы эффект выбираете. Свернуть навигацию для маленьких экранов. Тоже. Оставляем, в принципе, включено. Дальше аддон. Аддоны. Боковая панель вне холста. У меня отключено, если я включаю, эффект для панели. Здесь надо уже смотреть эффекты. Давайте просто пока я включу и покажу вам. Это на компьютерной версии. Есть возможность вывести типа гамбургер меню, которое будет выводить вот такой вот сайдбар, скажем. Здесь уже у меня некое меню выводится. Причем, если я посмотрю здесь, через имитацию мобильного устройства, обычное мобильное меню выводится. И выводится еще и этот бар здесь. Ниже можете поиграться и выбрать какой-то интересный эффект появления. Например, 3D. Это вот так вот. Видите? Оно будет выскакивать интересным образом в вашем. Вот этот сайдбар. Осталось нам разобраться, как контент размещать сюда. Где у нас это меняется? Будем смотреть. Ниже вот это как раз и есть одно из таких преимуществ. Вот это все, это название сторонних расширений. ComCommunity, ComEasyBlog, ComEasyDiscuss и так далее. Вы их не трогаете, если вы их не используете на вашем сайте. Если вы их используете, шаблон дает вам возможность интегрироваться, так сказать, подключить стили, чтобы они смотрелись на этом шаблоне хорошо. И показать это я бы смог только, если бы я использовал какое-то из этих расширений. То есть, например, установил я компонент EasyBlog. Тогда вот здесь в поле появится возможность выбрать его, так сказать, стиль, назначить здесь вот в это поле, сохраниться. И тогда шаблон призван отображать красиво блок от EasyBlog на этом шаблоне. По крайней мере, он об этом заявляет. Как уже будет на практике, надо смотреть. Я сам ни разу не смотрел, как этот шаблон будет взаимодействовать с этими расширениями. Поэтому их оставляем пустыми, если мы их не используем, эти расширения. Пользовательский код. Здесь отличная возможность в разные места на сайте внедрить код. Обычно это счетчики, аналитики, Google, аналитика и Яндекс.Метрика и все подобное здесь можно разместить. И назначение страниц оставляем здесь по умолчанию. Настройок вроде бы немного, но на самом деле много что еще здесь есть показать. Ранее в настройках мы с вами включили показ отображением дополнительного такого сайтбара. И если хотите его отображать, как разместить в нем контент. Это модульная позиция, просто надо знать эту позицию, чтобы здесь разместить контент. Это позиция of Canvas. У меня демо-сайт, поэтому здесь у меня вылезло меню Home. У вас может тут ничего не быть. Давайте посмотрим. Переходя в панель управления модули, отсортируем по позиции of Canvas. Вот у меня MyMenu. Здесь это видно. Home, главное. Например, можно отключить и убедиться в том, что этот сайтбар пуст. Вот видите, ничего нет. Соответственно, в эту позицию создаете, добавляете любой модуль. Как, например, просто вот картинку я добавил, заголовок. Ну, картинку здесь надо, конечно, соответствующую. Самое главное здесь, это вот выбрать вот здесь of Canvas позицию. Сохранить. Обновляемся. Видим, картинка здесь поместилась. То есть, любой контент в дополнительный сайтбар, который работает на компьютерной версии. Соответственно, у нас два на мобилке будет момента. Вот этот момент, да, и еще меню. Следующее. Хотелось бы показать и поговорить о самом интересном, что предоставляет нам этот шаблон. Давайте посмотрим документацию. Также с сайта разработчика, где вы скачаете шаблон, там будет ссылка на документацию. Я рекомендую внимательно ее посмотреть. Потому что даже сейчас записывая это видео про настройку данного шаблона, я сам обращаюсь к этой документации, чтобы показать вам интересные моменты. Но чтобы более досконально и более, так сказать, выжить из этой темы для своего сайта, вам все равно придется прибегать к этой документации, чтобы настроить сайт под себя. Но я покажу основы. Макет по умолчанию, это вот как раз то есть самое сердце данного шаблона. То, что мне очень понравилось. И вы здесь видите варианты. Макет журнала, корпоративный макет, макет блога. То есть это отображение, как будет отображаться ваш контент со статьями. То есть это может быть видео лендинга, макет портфолио и так далее. И если мы посмотрим на демо сайт, на демонстрацию. Вот, да. Это у нас портфолио. Это обычные статьи Joomla. Но посмотрите, как они выглядят за счет правильной настройки. Если я провалюсь внутрь, смотрится полная статья здесь вот так. Это один пример. Например, есть корпорация. Во-первых, здесь есть возможность добавить слайд за счет шаблона. Вот такое отображение статей. Дальше. Магазин. И что здесь интересно, например, это вот эти моменты оформления сайта в виде лендинга. Все это вы сможете настроить благодаря вот этой вот именно документации. Но здесь есть некие моменты, которые я вам сейчас покажу. И на примере давайте посмотрим. Мне больше всего понравилось. с портфолио. Как это сделать? Сначала вы готовите статьи и категорию для отображения на отдельной статье, на отдельной странице. Вывод вот в таком дизайне ваших статей. Я создал, так и называется, портфолио, категорию для статей. Я сейчас вам просто показываю. Вы по этапам просто за мной повторяете, и у вас, по сути, то же самое получится. Здесь, называйте, как хотите ее. Вот здесь вот я выбираю группу дополнительных полей, выбрал портфолио. Все, сохранить, закрыть. Категория создана. Потом идем в статьи и создаем для этой статьи несколько, для этой категории несколько статей. Вот у меня портфолио, вот несколько статей. Сразу, если это демо статьи, как-то их наполните, разделите их линией подробнее. Это вот здесь делится, да, подробнее. Подробнее нужно, чтобы появилась кнопка у вас. Давайте посмотрим. То есть вот так это выглядит у меня. Здесь понятно, что текста где-то меньше, где-то больше. Это нужно просто в настройках. Описание, анонс, обрезы, да, или просто одинаковое количество текста добавлять в статьи. Чтобы у вас появлялась такая кнопка подробнее, здесь. Разрыв делаем вот этой линии. Далее. Изображение обязательно загружаем вот отсюда. То есть вот эти изображения. Они тоже кликабельные. Видите, есть еще возможность даже лейблы вот такие. Free, new, добавлять. И все смотрится так симпатично. Здесь описание, то, что у меня вылазит. Вот видите, я здесь, здесь проставляю. Здесь внутри текст, картинка здесь, текст. Здесь особо просто настраивайте уже как вам нужно, что будет отображаться здесь. Это можно настроить глобально. А вот здесь вот как раз на этой вкладке вы выбираете какой будет лейбл. Добро пожаловать в блог. Это статья. Давайте посмотрим. Вот видите, поменялся ход. Их тут немного. И даже их можно менять. Там в документации у сайта разработчика написано, как их менять. Если надо кнопкой, чтобы появлялась вот такая здесь, Live Demo, здесь ставьте просто ссылку. Ну, я тестировал и ссылку не ставил, просто поставил решетку. Это имитация ссылки. И тогда появляется кнопка Live Demo. Если вы вот это поле оставите пустым, то кнопка вообще будет исчезать. Вот видите, остается только кнопка подробней. Но в этом здесь и прикол, что две кнопки здесь хорошо смотрятся. Это мы только подготовили с вами шаблоны. Здесь дальше, в принципе, остальное все по умолчанию. Далее мы идем в шаблоны и создаем дубликат. Видите, как у меня дубликаты здесь. То есть у вас будет просто шаблон по умолчанию. Ставите напротив птичку. Нажимаете дублировать. Потом заходите в дубликат. Вот здесь вы называете там портфолио, например, чтобы не запутаться. И обязательно проходим в макет. Выбираем вот здесь портфолио. Если мы делаем сейчас портфолио. А это называется портфолио. Именно вот отображение такого вида. Ровно так же, как это смотрится вот здесь. Вот. Это то же самое. Портфолио. И это мы с вами сделали. Закрыть. Дальше мы идем с вами в меню. Меню. Пункты меню. Создаете новый пункт здесь. У меня он уже создан. Самый главный тип пункта меню. Мы выбираем в материалах. Вот они все здесь. Все дополнительные, которые идут от шаблона. Выбираем портфолио. Вот оно. После этого вы выбираете вот здесь категорию статей, портфолио, которые только что создали. И обязательно назначайте стиль. Дубликат шаблона уже с макетом портфолио. Вот здесь выбираете его. Обязательно. Где выводится меню. Дальше здесь. Выводим сколько на странице будет элементов. Потом появится постраничная навигация. Сколько в ряду. Это все, что я вам сейчас показываю. Это все в документации есть. Просто я понимаю, что через видео это гораздо быстро, быстрее, понятнее и удобнее. Здесь я просто смотрю, что вот. Есть заголовок. Заголовок я скрыл. Все. Сохранить, закрыть. И по идее, по идее, этого уже достаточно, чтобы у вас страница вот так отображалась. Но у вас может возникнуть некая проблема, которая возникла у меня при создании портфолио. Вот. У меня вылезла вот такая ошибка. На странице портфолио. Причем другие страницы, обычные, просто страницы или блок, они все работают. Здесь есть некий момент, который не описан, по крайней мере, я не увидел в документации. И, возможно, у вас это ошибки и не будет, если вы заранее как-то настраивали настройки материалов. Если у вас так же, как у меня, вы переходите в контент, материалы, настройки. Это все из-за одной включенной опции, которая не работает вместе с кнопкой подробнее. На вкладке материалы вы находите заголовок со ссылкой подробнее. У меня включено, вот именно из-за нее у нас не работает этот макет. Выключаем, сохраняем, обновляем и у нас все работает. Такая же похожая проблема есть при настройке макета корпорация, когда там тоже можно вывести немножко в другом дизайне статьи. То есть у меня такой слабенький пример. Давайте посмотрим на демо-сайте корпорация. Слайдер это, естественно, отдельно сделано модулем. Вот, ниже идут, отсюда начинаю. Отображение такого блога, как корпорация. Если вы будете такой макет настраивать, тоже вас может ожидать некая проблема. Возможно, когда вы будете смотреть это видео, в обновлениях разработчик как-то это учтет, чтобы эта ошибка больше не вылазила. Давайте я быстро покажу контент, категории. То есть вот я сделал еще одну категорию корпораций, причем здесь меньше телодвижений. Я никаких здесь, видите, не выбирал больше групп. Просто создал категорию. Создал материалы к этой категории. Давайте посмотрим. Вот они, всего две статьи, ничем не отличающиеся. Просто статья, даже без подробней. Картинка залита здесь. Обычная, самая обычная статья. Все, ничего здесь больше не делал. Здесь дальше вы пройдете стили сайта. Вот она корпорация. Делайте еще один дубликат шаблона вашего. Не забывайте в макет, видите, выбрать здесь корпорация. То есть подготовительная, так сказать, работа. Дальше создаете меню. У меня создана корпорация. Здесь я тип пункта выбрал просто блок категорий. Категории корпорация. Обязательно стиль шаблона я выбрал дубликат корпорации. С макетом корпорации. Здесь настраиваете так, как вам нужно. Но есть один важный момент, от которого у вас тоже может быть ошибка. На странице корпорации в этом макете у меня выскакивает вот такая ошибка. Если вы с таким столкнетесь, как раз здесь в настройке меню, блок, количество столбцов надо выбрать. У меня стояло 0, поэтому это ошибка. Либо по умолчанию, по умолчанию это 1, выбираете количество столбцов. Если стоит 0, вот такая ошибка возникает. Если обновляюсь, вот видите, ошибки нет. Далее вы смотрите другие проекты. И я рекомендую уже по документации. Здесь вот все расписано. Например, страницу лендинга. Как оформить. Просто смотрите со скриншотами, какие есть варианты отображения суфис-класса для статей. Вот здесь вот все описано. С макетами мы с вами закончили. Давайте посмотрим мега-меню. Просто переходим в стиле сайта. Я зайду в по умолчанию шаблон. Здесь есть мега-меню. Нажимаем на кнопку. Подгружается у меня вот основное меню. Я решаю, то есть какое меню, это простое у нас меню, да. Какое меню будет всплывать и в несколько рядов будет там либо меню дополнительное, несколько колонок, либо контент какой-то. Ровно так же, как здесь примерно, да, реализовано. Форму авторизации можно вывести. Все что угодно. У меня типографика, вот есть такой пункт, просто с информацией, да. Вот я на него кликаю, появляются дополнительные опции. Да, во-первых, вот здесь вот вы можете сразу назначить, если у вас несколько меню, какое меню будет задействовано. Во-первых, вот здесь появляется переключатель. Если включаем, появляется колонка. Сейчас мы до него дойдем, пока выключим. Есть опция «Extra Class». При наведении здесь есть подсказки на русском языке. Иконка, шрифтовые иконки FSMD и заголовок элемента. Заголовок элемента, если добавляем, здесь видим его, но правда на сайте это не очень хорошо смотрится. Например, самые известные, они обычно прописываются вот так. Просто написал «FARFAR HOME». Это иконка «Главный домик», «Главная страница». Вот видите, иконка работает, подставляется. Список иконок можно посмотреть и выбрать на специальном сервисе. Вот такой вот сервис иконок. fontavisam.ru Найдите в интернете, вы можете через Яндекс написать «Шрифтовые иконки». И у вас один из первых сайтов появится вот он. Иконки здесь сразу, вы видите, как они выглядят. И название. Выбрали соответствующую иконку. По идее, вот ее название. Но почему-то, часто встречаюсь с таким, что не все иконки работают. Причем не только на этом шаблоне. На разных шаблонах могут не сработать. Не знаю почему. Пробуйте разные варианты. То есть она пишется вот здесь вот так. Если не получается, не показывается иконка. Видите, начинается как она. Fa-название иконки. Попробуйте еще добавить Fa в начале названия. Может быть сработает. Так, как это вот в демо. Видите, Fa-Hom. Потому что если будет вот так она выглядеть, просто Fa-Hom, тогда иконка не будет, видите, там такой некий квадратик. То есть нарушение, неправильный показ. Поэтому здесь она пишется так. Теперь возвращаемся вот к этому моменту. Включаем. Появляется область. Кликая на область мышкой, появляется здесь, видите, добавить, удалить столбец. Два столбца, видите, получается. Скрыть при сворачивании. Да, нет, это надо смотреть. И ширина. Именно выделенные колонки. То есть, вот видите, она мышкой выделена такой синей рамкой. Размер. Вот эту выделяю, ей размер. Она может быть меньше, чем ее колонка. Далее нам остается назначить просто контент в колонке. Выделяя колонку, например, модуль. Заготовлены. Видите, здесь помещается. Модуль. Логин. Форм. Авторизация на сайте. Выделяю колонку. Все, что угодно. У меня есть там HTML-модуль с картинкой. Вставили. Далее нам надо проработать ширину колонки. Видите, как получается. Просто мышкой выделяете вот эту серую область, где ваш контент. Просто кликайте на нее. Меняются сверху настройки. Например, 500 пикселей. Видите, стало шире. И причем расположение вот этого под меню как будет всплывать. И даже добавить строку. Внизу добавляется строка. Для дополнительного контента. Это модуль. Давайте посмотрим. Обновлюсь. Ну да, меню здесь смотрится не очень хорошо. Здесь нужно как-то все это настроить. Давайте по крестику вот так удаляется это. И по минусу удаляется дополнительная строка. Вы всегда сможете установить быстрый старт, зайти в шаблон и просто посмотреть, как выглядят менюшки уже у них. Видите, все то же самое. Думаю, с мега меню понятно. Смотрится достаточно интересно. Вот что еще хочу показать вам из документации данного шаблона. Вы сами даже можете это все сделать. Здесь вот в этом блоке добавить иконки для мега меню. Здесь на самом деле вот в самом начале вы видите, здесь много чего можно настроить. Я хотел показать вот на примере настроить стиль элемента отдельного пункта меню, чтобы выделить вот здесь, видите, кнопкой, как это сделать. Сейчас мы с вами это попробуем сделать. Нам говорят, что нам нужно установить класс. Вы даже отсюда вы можете скопировать с документацией, да. Вернемся на наш сайт. Давайте кнопку типография сделаем кнопкой, а не просто ссылкой. То есть в админке сайта нажимаем на типографию, на любую кнопку нажимаете, с которой будем работать. Вот поле экстра класс, вставляем класс. Но изначально в шаблоне код не задан. И нам недостаточно просто вставить класс, чтобы у нас кнопка была уже. То есть если мы сейчас сохранимся при вставлении вот этого класса, при обновлении, мы не увидим ни изменений, потому что шаблон не знает об этом. Нам это говорится и в документации. Здесь обязательно на английском языке документацию сделайте, если вы переводили на русский, потому что нам нужно будет вот этот код скопировать и разместить в файле. Код CSS. Аккуратненько целиком весь код здесь копируем. Это нужно, чтобы эта кнопка сработала. То есть этот код внедряем на сайт, а вот этот класс говорит этой кнопке, чтобы этот CSS применился. А этот CSS как раз и делает ссылку кнопкой. Значит вставили класс, сохранились, выходим отсюда. Закрываем настройки шаблона. Система. Шаблоны сайта. Наш шаблон. Редактировать. Создать файл. Название файла обязательно custom, как у меня пишем. Выбрать тип CSS. Но перед тем, как нажать создать, обязательно кликаем, чтобы этот файл создался в нужной папке. Кликаем вот здесь слева в колонке по CSS, так, чтобы вот был раскрыт список, да. Здесь все задали. Создать. Сейчас убедимся в том, что в CSS файл создан. Вот видим в структуре папки, вот я раскрываю, да. Видите, custom CSS мы создали файл. Если да, сейчас я по нему нажму, он пустой. Все. В эту область мы вставляем наш код, который мы взяли с документации. Сохранить. И теперь это уже должно работать. Обновляемся. Вот она кнопка, красная. И даже я подскажу, как немножко ее можно подредактировать. Потому что, например, цвет на оранжевый мне не нравится, да. То есть, надо что-то другое. И я не особо любитель таких сильных скругленных углов. Для этого нам потребуется пипетка, любая программа, которая может получить код цвета. Вот у меня есть такая программка. Например, я беру, ну вот у меня здесь кнопочки есть, синий цвет. Возвращаемся в этот код. Вот background, это и есть заливка. Вот это код цвета. Тот, который сейчас у нас красный. Я просто меняю его на свой цвет. Решетку обязательно оставляем в начале и точку запятую оставляем. И вот это border radius, это скругленные углы 14 пикселей. Это, на мой взгляд, много. Либо 3, либо 5 у себя бы я сделал. Я сделал 3. Обновляюсь. Не видим изменений. Здесь кэш чистится. Но здесь потребуется очистить кэш браузера. После очистки, смотрите, все красивенько. Кнопочка синяя с маленькими скругленными углами. И еще и мега меню здесь работает. То есть, вот так вот это все настраивается. Да, это все выглядит сейчас в наше время костыльно. Те, кто привык пользоваться конструкторами, там мы это очень быстро делаем. Но пока у нас с вами существует некий баланс между удобством и скоростью загрузки сайта, этот костыльный метод лично я беру за основу. То есть, беру для себя, чтобы сайт был шустрый. Это очень важно. То есть, конструктор, какой бы он ни был, пока что не научились делать, чтобы он был такой же удобный, такой же быстрый. Поэтому до сих пор это будет актуально, вот эти все костыльные настройки. Но с другой стороны, вы погружаетесь вглубже в создание сайта и уже осваиваете какие-то моменты, тонкости CSS. Да, буквально прям чуть-чуть затрагиваем их. Но уже у вас приходит понимание, как это работает. Когда конструкторы научатся делать сайты, точнее сами конструкторы будут уметь делать сайты так же просто и легко, как сейчас, но при этом скорость сайта вообще не будет никак страдать, тогда, конечно, эти костыльные методы, они все уйдут в прошлое. Теперь давайте посмотрим различные интересные штукенции, которые сделаны в этом шаблоне. Например, типа вот такой таблицы, которую вы можете как-то под себя адаптировать. То есть, прописав название, вот эти все моменты, и это на мобилке смотрится вполне себе, годно. Есть некие нюансы, которые нужно здесь озвучить. Вы просто эту таблицу вставляете, как она есть, на свой сайт и название все меняете. Но тут есть, конечно, нужно понимать немножко работу с кодом, потому что вот тут иконка, например, она такая у нас неактивная, как это сделал в других местах, надо в коде уже будет копаться. Но я покажу именно, как ее вставить, потому что тут тоже мог быть проблема для начинающих. Вставляется еще и нижняя вот эта штука с кнопкой. И цвет можно поменять ей, и вообще убрать этот блок. Что получается, если вы просто вставите в статью данную таблицу? Вот, я на свой сайт вставил. Все вроде вставилось, но нет иконок. Что происходит? На самом деле, Joomla редактор режет код автоматически из соображения безопасности. Вот обычная статья, просто вставил код и код порезался. Как это обойти, уже в курсе я говорил, что нужно работать с редактором. Есть способы либо настроить редактор этот в Joomla, либо отключить его на время, либо использовать дополнительный плагин, который позволит прямо обходить защиту этого обрезания кода. Временно вы можете вот что сделать, если вы об этом не знаете. Пройти «Система», «Общие настройки», и вот здесь вот как раз самый редактор выбрать без редактора. Нажать «Сохранить». Дальше в статьях, чтобы этот код не резался, создаете обычную таблицу, выводите ее на сайт. Да, где взять код? Вот это может быть здесь, они его прямо предоставляют, просто найдите в документации, он есть. Либо если вы любитель устанавливать быстрый старт, то в быстром старте, вот, просто я зашел в статью, она вот так называется по-английски, просто тупо скопировал весь код и вставил у себя. И получается, вот они иконки, видите, о чем я говорил, без редактора, если вставляем, ничего он не отрезает, иконки на месте, нам останется лишь ее подредактировать. Давайте я на примере нескольких моментов покажу, все же, иначе совсем новичок здесь не разберется. Здесь у нас вот, что заставляет быть этой таблицей, таблицей, да, вот эти некие классы, которые прописаны здесь. Естественно, мы вот эти начала, мы это все не трогаем. Вот это, это у нас колонки, разбиение на колонке, вот этот MD2, call MD2. Тоже не трогаем. Вот М6, например. Вот смотрите, имена. Вот здесь меняем на свое. Демо. Сохранить. Обновляюсь. Вот меняется. Таким образом, хотя бы поменять название, всем моментом вы сможете, да. Easy Social, например. То есть вот это все, это просто на английском описании, меняйте на свое. Просто напишу демо, обновляю. Вот это поменялось в колонке текста. Эти тоже все меняются момента 100%. И вот эти, вот эти, все это можете поменять. Теперь, что касаемо иконок неактивных, это на самом деле же говорит о том, что где есть поддержка. То есть это что-то типа тарифной сетки. Вот есть у нас тут Кунена, то есть как менять все это вы знаете. Вот как делать с неактивными иконками, а какие активными, да. То есть эта колонка, например, эти вот моменты все поддерживаются, а вот эта не поддерживается. А вот здесь, в этом тарифном плане, она поддерживается. Смотрим Кунена. Находим ее здесь в списке. То есть, чтобы вы понимали, вот, да, вся строка вот эта, да, где она? Начинается она, например, вот отсюда. Вот, смотрите, вот это код Кунена. Это вот здесь, вы уже знаете, вот в этой ячейке меняется. Дальше описание. Это вот в этот код. Меняете вот этот текст на свой. Для нее две иконки, неактивная и активная. Это вот здесь. И получается, у них есть различия. Просто support это поддержка. То есть, поддерживается ли, скажем, в этой колонке, там, вот этот элемент. Здесь не поддерживается. И он обозначен как support now. А вот эта вторая иконка напротив, в этой колонке, она поддерживается. Она назначается support yes. И вы сами решаете, просто меняя значение no на yes и yes на no, где, какие элементы будут поддерживаться. То есть, сначала вы задаете колонки все с вашими названиями, а потом делаете иконки активными и неактивными. То есть, в каждом следующем блоке ниже. Например, вот он отсюда начинается, да. Вот он, следующий блок. Вот он тут начинается. Все, с иконками здесь тоже понятно. Давайте я даже наглядно вам покажу. Просто вместо no поставлю yes, сохранюсь, чтобы вы понимали, что это так работает. Вот видите, теперь иконка активно стала здесь тоже. Все стали активными. Также вы можете и уменьшать, и увеличивать количество строк. И причем, смотрите, у них идет белое-черное, точнее белое-серое, белое-серое, потом серое. Ну, просто здесь надо вникать, конечно же, вам, возможно, будет непонятно. Вот вы же видите, я добавил вот здесь внизу демо, еще одна колонка. Я просто на основе другой выше колонки всю ее скопировал. То есть, получается, она делится вот так. Видите, демо-слово, демо-описание, ссылка. Вот. И выше они все делятся. Я просто скопировал ее, и получается, вот она добавилась. Смотрите, я ее удаляю. Сохранить. Смотрим, как было. Вот ее нет. Видите? А чтобы у вас было разделение белое-серое-белое-серое, значит, копируете ниже белую. Вот отсюда находите, где это название, целиком копируете эту строчку, вставляете ниже. Просто размещаете. И менять галочки вы уже умеете. Касаемо вот этого блока. Это самый нижний блок. Начинается он вот отсюда. Вот вы даже видите, вот по-английски название. Например, вот здесь я заменю. Чтобы вы понимали. Вот текст поменялся. Кнопка. Текст на кнопке. Let's. Это у нас. Начинается вот текст на кнопке. Поменяли ссылку на кнопку. Естественно, вот она меняется. Ставим на свою. Вот это все ссылка. Я даже решетку поставлю, чтобы вы визуально видели. Вот сюда ссылка будет. Ваши куда-то ввести на внутреннюю страницу или еще куда. Вот видите, поменялся. Если весь блок убрать. И цвет, кстати, тоже. Давай сначала цвет. Это у нас класс. Вот он, primary. Вы переходите просто в типографию демо сайта. Ну или здесь. Это демо на самом деле Joomal 4. Либо есть типография в самом сайте демо. Вот все цвета. Какого цвета делаем? Например, danger. Красное. Само слово просто отсюда я могу с демо скопировать. Пойти на сайт. Вот это primary я удаляю. И заменяю на danger. Только с маленькой буквы обязательно. А иначе не сработает. D английская вот маленькая. Вот так. Danger. Сохранить. Это будем мы менять с вами стиль кнопки. Вот видите, она стала красная. Теперь весь блок как убрать. Если внизу такой мы не выводим. Просто удаляем, естественно, да? Весь вот этот код. Сохранить. Обновить. Все. Выводится только таблица. Но это в статье. Понятно, что внизу идут статьи. Это можно и в модуле вывести. Вот так это работает. Также в документации таким же образом, смотрите, вы можете оформить другие моменты. Посмотрев внимательно документацию. Как вывести сотрудников, например, такого плана. Как вывести таблицу с ценами. Вот аналогично, как вы сейчас только что видели, вы выводите это все. Прямо отсюда. Вот такие есть блоки. То есть они даже здесь на странице, чтобы демо сайт не ставить, они предоставляют описание и код, который вы отсюда можете взять на сайт. Который будет выводить, например, тот или иной этот момент. Вот такая таблица, например, да? Со смайлами. И это все тоже есть и в демо. Здесь просто надо погулять по страницам. Вот, например. Где удобнее. Либо код берете, ну, надо, значит, поставить демо данные, быстрый старт на тестовый домен куда-нибудь. Либо с документацией быстрее будет получить тот или иной код. Вот они здесь все есть. Вот они сотрудники. Все так же легко настраивается. По аналогии. На этом, я думаю, обзор мы будем с вами заканчивать. Думаю, в 80 или 90 процентов я раскрыл данный шаблон. Именно для новичков, которые смогут зацепиться, посмотреть это видео, зацепиться вот за этот шаблон, в принципе. Он неплох, он шустрый. Вы видите, какие здесь есть уникальные возможности. Почему бы его не использовать на своем сайте? Причем, я вам хочу сказать, шаблон бесплатный официально. И чтобы вы не переживали за техническую поддержку. Я потому что переписывался с разработчиками. То есть вы проходите на сайт разработчика. Если у вас что-то не получается, есть какой-то вопрос, у них есть там форум. На английском, правда, языке, там просто создаете, регистрируетесь, обычная регистрация, создаете тикет. Мне буквально на следующий день они ответили. Вы там можете прям приложить пароль, логин от сайта на форуме. Естественно, никто не увидит это, кроме администратора. Так как шаблон бесплатный, то и техническая поддержка тоже есть бесплатная. Они мне реально ответили и реально мне помогли. Потому что у меня были тоже вопросы по этому шаблону. Так что не переживайте, что техническая поддержка здесь тоже будет, и она бесплатная. Это надо подчеркнуть обязательно. А я с вами не прощаюсь и увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok